Учитель начальных классов Ольга Солонина более 40 лет трудится в школе. И все эти годы приходилось работать в том числе и во вторую смену. Именно этот вопрос и привел Ольгу Ивановну на прием к первому заместителю главы администрации Ленинского района Дмитрию Волкову. Лишь ее любимая видновская школа номер 7, единственная в районе, все еще работает в две смены. Дмитрий Владимирович объяснил, что этот вопрос волнует не только учителей и родителей, но и власти. Губернатор поставил четкую задачу ликвидировать вторую смену, а для этого необходимо строить новые школы. В частности, седьмую школу сможет разгрузить пристройка гимназии. А в этом году сейчас идет проектирование к видновской гимназии. С учетом того, что у вас практически общая территория пользования. Оно у нас запланировано на 250 мест, но по современным стандартам это такое большое, получится. Результатом беседы Ольга Солонина была удовлетворена. Тем более, что помимо ответа на свой вопрос, она узнала приятную новость. У нас за классное руководство по решению губернатора с 1 сентября все, подчеркиваю, все классные руководители будут получать по 5 тысяч рублей ежемесячно. Это такая вот серьезная доплата. Дмитрий Владимирович так грамотно все объяснил, все сказал, ну как положено. И надо уметь ждать. И результат будет обязательно. Еще один вопрос, который пока еще достаточно актуален в Ленинском районе, задала молодая одинокая мама Дарья Денисенко. Ее ребенку уже 4 года, а в детский сад он еще не ходит. Очередь не дошла. В связи с чем и мама не имеет возможности выйти на работу. Дмитрий Волков пообещал, в этом году проблема будет решена. Ждем заключения Роспотребнадзора. Соответственно, от этого заключения будет все зависеть. Чем раньше мы его получим, тем раньше мы начнем комплектовать. Вот вы должны вот это уловить. Но мы планируем, что, даст Бог, если все получится, в сентябре его откроем. Вопрос Дарьи был решен удовлетворительно. Хотя на сегодняшний момент проблема в районе остается, в первую очередь стараются помочь устроить детские сады детей льготных категорий. К сожалению, матери-одиночки таких льгот не имеет. Разные ситуации бывают. Да, мы попадаем в эти ситуации. И хотелось бы поддержки хотя бы по части предоставления льготы в детский сад. Вот сейчас мы это обсудили, а он сказал, что возьму на карандаш. На карандаш Дмитрий Волков взял и другие вопросы, которые были выявлены в ходе тематического приема. Ведь в результате этих встреч администрация района может мониторить ситуацию, чтобы после выявлять наиболее важные для решения проблемы. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Видное ТВ